Мы сегодня записываем фильм Как спать Оператор очень долго окрутился с камеры переворачивал меня из положения в положение и вот постоянно мне говорил Игорь Алексеевич, вы лежите как в гробу и для оператора это было шокирующе а вот я так, знаете, вот подумал, что наверное, и это находка потому что сон это смерть маленькая приятная оздоровительная смерть для некоторых отделов нашего ума понимаете? Мы некоторые отделы нашего ума во время сна просто выключаем из розетки для них это смерть а для нас это жизнь для нас это для кого? для нашего организма потому что сон это время когда наш организм предоставлен самому себе а точнее наш инстинктивный ум предоставлен самому себе и он наконец может заняться теми вопросами которыми ему давно пора заняться в том числе вопросами оздоровления посмотрите видео которое посвящено нашему инстинктивному уму это очень важно с моей точки зрения да оно сложное вообще вопрос ума это сложные вопросы и я думаю что они не скоро будут решены даже на уровне цивилизации хомо сапиенс а может быть никогда не будут решены потому что научный прогресс пытается их обойти нам проще построить искусственный интеллект проще научить роботов действовать как мы чем разобраться в том какие мы и как функционирует наше программное обеспечение ну что же давайте поговорим о сне что самое важное в том что вы должны спать и второе важное что вы должны спать в правильное время в правильное время для своего организма я не смогу сегодня рассказать вам все поэтому вот правильное время наверное мы отложим на будущее видео а сегодня поговорим о том как спать и какие есть методы чтобы мы спали есть люди которым не нужны никакие методы вот они по своему типу по типу своего программного обеспечения которые описываются психологами через различные типажи могут спать вот есть люди которые могут спать а есть люди которым спать очень трудно очень сложно и не знают вообще как спать и смотрите это нормально это нормально если вы относитесь к первой группе кому спать легко то это видео не для вас вы и так восстанавливаетесь во сне если вы относитесь к тем людям которым спать трудно и сложно то видео для вас и давайте с этим поработаем и так смотрите теория не сложная сон это инстинктивный ум и нужно чтобы вы оказались в этом инстинктивном уме в этом отделе своего ума как к этому можно подобраться через простые вещи во первых вам должно быть удобно и уютно это очень простая мысль очень простая мысль но это важный параметр который люди не соблюдают они не спят там где им удобно и уютно они спят там где находится их спальня где стоит их кровать где вот они вообще должны спать с точки зрения расположения их квартиры в силу привычек каких-то и расписаний вот там они должны спать понимаете ваша комната спальная или кровать в ней может стоять так что вам вообще там будет спать неудобно и неуютно вот вы должны уже с этим сразу начать работать если вам уютно и удобно спать на коврике под входной дверью спите там только обложитесь максимально одеялами чтобы вас не продуло ни с боков ни снизу ни сверху спите там где удобно и уютно берите пример у животных животное никогда не будет спать там где ему неудобно и неуютно почему потому потому что животное очень близко к своему инстинктивному уму и оно этот параметр понимает и отрабатывает второе наш инстинктивный ум очень сильно связан с нашим телом как я уже говорил в своих видео это такой телесно-программный комплекс психосоматический и тело поэтому очень важно здесь и чтобы тело помогло нам перейти вот в этот отдел нашего ума и работало на наш здоровый сон оно должно быть расслаблено вот как расслабить тело кто-то может расслабить тело через мыслеформу представить себя такой знаете мягкой игрушкой большой плюшевой игрушкой или такой знаете теплый какой-то теплым таким чем-то лежащим и таким расслабленным тяжелым допустим влажным лежащим на кромке прибоя таким нагретым сзади камнем которое омывает волны песок подним и он такой лежит на этом миске кто-то может так кто-то так не может почему потому что у него просто скажем воображение достаточно развити и тогда желательно расслабиться физически до сна это могут быть простейшие упражнения на расслабление простейшие но смотрите эти упражнения должны быть не про функционал не про развитие какой-то мышцы они должны быть только про расслабление нужно расслабить свои суставы мышцы если эти упражнения вам неизвестны напишите в комментариях и я вам дам их очень простые очень хорошие 2 3 простейших упражнений хватит чтобы за 2 3 минуты расслабить тело там на 80 5 90 процентов расслабленное тело это уже хороший ресурс для нашего сна вы расслабились до постели и в постели тоже попробуйте расслабиться попробуйте почувствовать что это постель ну ваша дружественная попробуйте найти вот в ней какое-то положение что вы представьте что вы тяжелый так вот лежите в своей постели что вам никуда не надо сейчас срываться с нее вот как бы найдите свое гнездо в ней если вы можете продолжать расслаблять вот вот смотрите я вот сейчас посмотрите на мои пальцы и проверьте какие пальцы у вас во время вашего сна и отдыха даже если у вас один палец скрючен это уже может быть очень серьезным фактором старайтесь все пальцы почему потому что скрюченность одного пальца она влияет на все остальное старайтесь все расслабить вот скажем рука правая рука расслабленно тащите с правой руки пусть правая рука будет расслабленно посмотрите нет ли мне изгиба в запясть запястье расслабьте расслабьте локоть если вас сегодня хватило только на одну правую руку это прекрасно завтра мы разберемся слева вы вы разберетесь с левой рукой правая расслабленная рука лежит на груди левой на бедре на третью ночь мы вспомнили про колени посмотрели что у нас с коленями проверили на четвертую ночь не пересекаются ли наши ноги вот смотрите девяносто девять процентов людей любит отдыхать когда у них одна нога пересекает другую это полностью перекрывает течение энергии и очень сильно ухудшает кровообращение во всей нижней половине тела а это любимое положение и проверьте себя если вы например лежите в комнату и в комнату кто-то заходит к вам ну из ваших домочадцев постоянно может появиться позыв перекрыть ноги проверьте вот и уберите эти факторы и когда вы их убрали вы можете ну если вам еще не спится вы можете сказать себе магическую такую фразу может сказать себе я пришел на прием к доктору сон и этот доктор сон сейчас начнет заниматься мною чем хорош этот доктор тем что он будет заниматься всеми нашими недомоганиями всеми любыми внешними внутренними почему потому что программа нашего инстинктивного ума заниматься нашим здоровьем это для его основная программа вообще для этого чтобы оберегать нас лечить нас восстанавливает нас понимаете нет такой клиники вообще в мире лучше чем клиника который мы носим в себе и который является программой нашего с вами ума вот мы к ней пришли пусть она нами займется представляете она может нами заниматься всю ночь сколько мы будем находиться на отдыхе в этом сне восемь часов прекрасно восемь часов она будет с нами заниматься давайте я отдадимся этой программе ну как хорошо понимаете не я говорю это вот вы можете посмотреть в интернете полистать ученые говорят что проблемы даже утра к у человеку связаны с недосыпанием в основном сложнейшие болезни которые вот вообще не понятно как лечить сложнейшие расстройства они связаны с тем что наш организм не успевает нас восстанавливать и поэтому эти болезни появляются у нас представьте себе как здорово если мы хотя бы улеглись и нас ничего не не отвлекает от нашего отдыха а если нам еще и удастся уснуть это будет прекрасно потому что сон отключат нам все отдела нашего ума кроме инстинктивного отдела и эти отделы которые будут отключены они не будут расходовать нашу энергию понимаете понимаете все будет направлено только на восстановление и лечение разве что это не прекрасно оно просто даже захотелось вот прямо сейчас уснуть но сейчас день я записываю видео сейчас не время для сна сейчас время для бодрствования а время для сна оно смотрите вы можете как я уже сказал мы можем записать целое видео о том как в какое время правильно спать но вы можете не дожидаясь этого видео заснуть вечером тогда когда вас попросят об этом ваш организм несмотря на часы вот он попросил вас если вы ему вот в этой просьбе не откажете то у вас будет очень хороший и очень восстанавливающий сон понимаете послушать нужно нас послушать нас самих какие еще факторы нас могут отвлекать от сна ну если из таких простых факторов это дыхание постарайтесь сделать дыхание как можно тише постарайтесь дышать носом если вы отвыкли не умеете дышать носом то если вы будете делать дыхание тише и тоньше то носовое дыхание пробьется тихое и тонкое дыхание пробивает нос дышать во сне носом это приближаться к инстинктивному уму дышать во сне ртом это отдаляться от инстинктивного ума к другим отделам ну в частности к двигательному отделу дышать ртом это двигательный отдел включается вместо инстинктивного что еще нас может отвлекать мысли вот люди любят перебирать перед сном события текущего дня и строить планы на будущее вот это уже включается отдел интеллектуальный вот его не надо включать события текущего дня планы на будущее для этого нужно какое-то другое нам найти время другое положение тела даже чтобы вообще этим позаниматься возможно перед сном стоит посидеть в кресле если у вас есть камин вы живете в собственном доме посидите в кресле у камина и займитесь просмотром прошедшего и просмотром грядущего потянуло спать перешли из кресла в кровать а грядущего уже посмотрели чего смотреть второй раз у вас будет нормальный сон и вот в этом просмотре грядущего тоже понимаете можно по-разному это делать мы об этом еще с вами поговорим как смотреть грядущее это важная тема и для нашего канала потому что она напрямую касается темы сверхспособности а как я уже говорил просмотры грядущего даже не является сверхспособностью это наша нормальная способность смотреть в будущее вот уже тоже туда нужно правильно смотреть без насилия над будущим и собой проверяю на себе вот я вам это сейчас все рассказал и себя тоже тестирую сегодняшний сон у меня будет лучше потому что я за это видео рассказываю вам как-то прям себя очень хорошо настроил и я чувствую что у меня стало интересно и я готов улучшить свой сон начиная прямо с сегодняшней ночи чувствую прямо какие-то хорошие такие изменения и в уме и в теле и если у вас такие же ощущения от этого видео то очень хорошо я желаю вам хорошего отдыха по вечерам желаю вам оздоровительного восстановительного и спокойного сна если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте ему отметку если вам видео не понравилось тоже поставьте отметку чтобы я видел что вы как-то реагируете на наши видео и они какую-то у вас вызывают ответную реакцию большое вам спасибо и если вы смотрите это видео вечером то спокойной ночи если вам понравилось поэтому я не знаю что-то у вас что-то здесь то я хочу чтобы вы не знали что-то